С вами канал Учебник Вслух. Биология, 6 класс. Тема урока – рост и развитие животных. Нас окружают самые разные животные. Они живут даже дома. Это кошки, собаки, птицы, аквариумные рыбки. Животные – очень сложные организмы. Но задумывались ли вы о том, что все они развились из одной единственной клетки – зиготы. Каким же образом это происходит? После оплодотворения из зиготы начинает формироваться зародыш. На первой стадии зиготы делятся на две клетки. Они не распадаются, а также, в свою очередь, делятся. Деления быстро следуют одно за другим. Клеток становится все больше и больше, но размеры их уменьшаются, потому что зародыш пока не растет. Эта стадия развития называется дроблением. Затем из скопления клеток формируется шарообразный зародыш с полостью внутри. Стенка его состоит из одного слоя мелких, разных по размеру клеток. Их может быть несколько сотен. Эта стадия получила название «бластула», а греческого «бластос» – зачаток. Следующий этап – образование у зародыша второго внутреннего слоя. Например, у ланцетника это происходит путем втягивания внутрь участка стенки бластулы. При этом клетки зародыша продолжают очень быстро делиться. Эта стадия развития называется гаструлой, от греческого «гастер» – желудок. Теперь зародыш состоит из двух слоев – наружного – эктодермы, и внутреннего – энтодермы. Затем между ними у большинства многоклеточных животных, за исключением губок и кишечно-полосных, развивается третий промежуточный зародышевый слой – мезодерма. Нейрула, уменьшительная от греческого «нейрон» – нерв. Следующая стадия развития у позвоночных и некоторых других групп животных. На этом этапе начинается образование систем органов. Прежде всего, из эктодермы формируется нервная трубка, из которой со временем развивается головной и спиной мозг. Наружный эпителий, органы зрения и слуха также развиваются из эктодермы. Из энтодермы развивается трубка, дающая начало кишечнику, пищеварительным железам, легким. Опорная система, скелет, мышцы, а также кровеносная система берут начало из мезодермы. В конце этой стадии формируются и основные черты внешнего облика зародыша. Уже можно различить его передний и задний отделы. Просматривается строение будущего организма. Следующий этап в развитии животного начинается с момента его рождения. Различают прямое развитие, когда родившиеся организмы сходны со взрослыми по внешнему и внутреннему строению. Так развиваются пресмыкающиеся птицы, млекопитающие, а среди беспозвоночных, например, пиявки, многоножки, раки, пауки и другие. При непрямом развитии, а так развиваются кишечнополосные, некоторые кольчатые черви, большинство ракообразных и насекомых, земноводные. Из яйца выходит личинка, не похожая на взрослое животное. Обычно она более просто устроена, имеет специальные приспособления к жизни, часто живет в другой среде, по-другому питается. Например, вам хорошо известна лягушка. Ее развитие происходит в воде. Личинка, головастик, имеет хвост, двухкамерное сердце. Вместо легких у него жабры и так далее. Со временем в процессе развития у головастика появляются свойственные лягушки-органы. Рассасываются хвост и жабры, возникают парные конечности, легкие. Непрямое развитие позволяет животным и их личинкам не конкурировать друг с другом. Так бабочки питаются нектаром, а их гусеницы листьями растений. Взрослые лягушки преимущественно насекомыми, а головастики растительной пищей и позднее мелкими беспозвоночными. У некоторых сидячих организмов их подвижные личинки способствуют растелению вида, например, у моллюсков и усоногих раков, морских желудей. Сходство зародышей представителей различных систематических групп свидетельствует об обученности их происхождения. Подемки в личиночном состоянии живут 2-3 года, а взрослые – половозрелые, от 2 часов до 3 дней. Клетки, возникающие на первых стадиях дробления, 4 клетки, совершенно одинаковы по размерам и способности к развитию. Если их разделить, то каждая может дать начало самостоятельному зародышу. Зародыши всех животных проходят одни и те же стадии развития, а различия в их течении связаны с разным количеством запасных питательных веществ в их яйцеклетках и степенью сложности строения животного. Давайте запомним. Индивидуальное развитие организма начинается с оплодотворения и образования зиготы. В развитии зародыша различают стадии дробления, бластулы, гаструлы и нейрулы. Развитие бывает прямым и непрямым.